Окей, хорошо, да, то есть у вас есть вообще максимал какой-то документ, да, вы на нём хотите что-то найти, да, и для того, чтобы найти какой-то элемент используется X-PASS. Вообще, я вам расскажу, в принципе, как у нас в Селениуме, да, я расскажу немножко в контексте Селениума, да, у вас есть какой-то, ну, по сути, структура вашего, ну, это же дом, да, если что-то лучше, ну, какая-то такая структура. В принципе, X-PASS, когда пишется, их прописывают следующим образом, X-PASS строится с самого начала, он строится раз с слэша, все понимают, почему это, да, вы должны идти, собственно, от рута, слэш, как я говорю, что вы идёте от самого рута и двигаетесь как-то, если это элемент какой-то 1, 2, 3, то для того, чтобы указать X-PASS к вот этому элементу, и должен указать 1, 2, 3, да, в данном случае, вот. В чём хитрость вот этих X-PASS, когда мы, например, 4, допустим, 1, 2, 4, в чём хитрость таких X-PASS, если вы разрабатываете, ну, допустим, ваша команда двигается по принципу прототипирования, да, построили сначала HTML какой-то, да, вы написали какие-то локаторы, вы запускаете какие-то тесты, они вам можно пролиться, потому что функциональности ещё нету, но тем не менее, когда вы написали вот этот HTML, этот X-PASS, то, когда уже вывелись, вывели эту социальности, то тогда у вас эти X-PASS могут поменяться, но в итоге можно написать, допустим, если вы хотите сказать, на 4 элемент, да, вы можете написать X-PASS таким образом, чтобы, если у вас меняется 2, 3, да, X-PASS не нужно было бы переписывать. Как это можно сделать, например, в данном случае, можно раз, переписать вот так, 4, если у вас изменится 1, 2, 3, 4, то 1, 2, 3, то всё равно X-PASS будет работать, и вы натаскиваете на то значение, которое вам нужно, вот это вот, да, например. Очень часто вот такое происходит, но если вот, когда идёт активная разработка, активная паза разработки, в X-PASS есть очень такая полезная штука, называется A8, X-PASS. Что это означает? Что, например, как в KSS, это таблица стилей, вы можете указывать таблица стилей снизу вверх, то есть вы прописываете этот элемент, этот элемент, этот элемент. В X-PASS вы можете пойти в обратную, вы можете указать, что я хочу найти вот этот элемент, да, предположим, тут ещё, да, я хочу найти вот этот элемент, он схожий, свойства его точно такие же схожие, как вот с этим, но при этом у него должен быть вот этот, да. В KSS это тяжело сделать, то есть найти сначала этот элемент, а потом пойти вверх, а возможно ещё вот так пойти вверх. А это рисуется в Z-PASS с помощью X-PASS. Я вам сейчас покажу, чтобы долго не говорить. Вот, если будет файлбак, то кто не знает какой файлбак, то идите в интернет почитайте. Вот, файлбак позволяет, например, заходить HTML, HTML и HTML, и на странице. Самое дело, что я хочу, например, проверить, это все ссылки, например, на странице, а я нажимаю и получаю все мои ссылки. Или, например, я хочу получить какой-то имидж, я получаю имидж. Дальше я могу фильтровать моё, то есть сузить мою, мой поиск. Например, я могу задать этот фильтр. Фильтр задается в квадратных скобках. Я задаю имидж. И дальше у нас есть какие-то атрибуты. Ну, давайте лучше, наверное, ссылочки вывыскать. Раз, да. В основном нужно выбирать на странице ссылочку один элемент. Да, вот нам надо только показать этот элемент. Хорошо, если у нас есть ID. К ID мы сразу же можем обратиться. Но если у нас нет ID, что нам надо, то что мы можем сделать. Мы можем обратиться к другим элементам. Например, у меня есть с атрибутом title. Я могу обратиться к title, вот так, к title, да. Сказать ему, что выбери мне все элементы с атрибутом title, например. Или же я могу ему сказать, что выбери мне атрибута главного, да. Главное, главное, вот и мне выбрал главное. Например, или же если у вас получается основная какая-то часть, у вас на самом деле есть какой-то ID, который рандомно генерируется, например. И вы не знаете, вот как вам выбрать в данном случае ваше значение. Вы можете использовать функцию contains, например. Contains. Я указываю сюда, что xpass туда передается, не только агребут, но и xpass. Вот, я сюда передаю xpass и то значение, которое я хотел бы искать. Брат, если там было бы вот type не только, не только было бы... Не только выводим. Сидите, сейчас это изменю его свойства. Вот, потому что я сейчас изменю его свойства и все равно с fire. С fire. Вот это значение все равно у меня на входе, даже если там есть у меня не единица. В любом случае. Насчет осень, да, я хочу, например, выбрать элемент, у которого есть, вот видите, у меня сейчас есть ID page в раппе. Над ним еще есть div ID сайт лобо, есть div ID в раппе и так дальше. Оно может быть как? Оно может быть или же куча предов сверху, да, вы определяете кто-то один предов, который определяет нашу уникальность, или же вложенность очень в лобу. Для того, чтобы определить, вот выграю я А, Сы, стань вам, давайте, обиду вам. Выграю я А, стань вам, главное. Но хочу сказать, что у него, у него, будет предан. Вот я указываю ось. Говорю, анкция старшина, по-английски так переводится. Я говорю, выбери всем цело, всех концесторов в этой Excel. Он выбрал всех, кто на них видите, подсвечивается, да. Выбрал всех, кто на них. И я дальше могу отфильтровать мой поиск. Сказать, что с ID каким-то выберем, где, например, какой-то пейдж граббер. Вот, собственно, он там, не видно, там эта рука синяя подсветила. Он, вы, вы, видом, синяя-синяя полосочка, он идет висать, собственно, выбрал. Таким образом, можно хорошо, хорошо построить ваш X-PAS, что даже при прототипировании вам не придется переписывать плакаты рынка, чтобы к вот такого виду, прийти к какому-то там виду, там, вот до такого условия. Какие-то, кстати, условия, фильтр внутри еще могут быть вот такие. И так дальше. Может вложенность будет фильтра. И использование осей. Очень удобная штука. Да, все, конец. Спасибо большое. X-PAS очень мощная штука. Используйте ее.